Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Анастасия Бояринцева, приглашаю посмотреть очередной выпуск спортобзора. В воскресенье в нашем городе был дан старт международному марафону дружбы Гродно-Друзкиненькай-2015. Забег проходил уже в пятый раз и с каждым годом участников становится все больше. Сегодня мы расскажем, кто приехал в наш город, откуда и о многом другом. Для участия в марафоне в Гродно приехало 180 спортсменов из 14 стран мира. Больше половины участников это спортсмены из Беларуси и было много литовцев. Заявки также подали украинцы, россияне, поляки, немцы, финны, англичане, американцы. По одному бегуну из Турции, Латвии, Эстонии, Австрии и Катара. Трасса великолепная, живописная и я рад, что все больше и больше представители других стран к нам приезжают, город Гродно. И поверьте мне, хорошее впечатление, хорошие эмоции люди испытывают не только от преодоления себя, но и от нашего края, от нашего города. Я решил пробежать этот марафон, чтобы проверить свои возможности и просто бы участвовать в таком классном мероприятии вместе с друзьями и с таким классным вообще сообществом. Всю жизнь занимаюсь лёгкой атлетикой. Как бы впервые в том году решила испытать себя в марафоне и довольно неплохо себя выдержала. Сейчас я в абсолютном мероприятии была. Но сейчас в частности, в главном счастье. Ну, интересно просто. Дистанция красивая. Ну, просто интересно бежать. Уже в 7 утра спортсмены приехали на стадион, чтобы пройти пограничный таможенный контроль, после чего началась разминка и подготовка к марафонской дистанции. Перед стартом был подготовлен небольшой концерт, после чего к участникам обратился заместитель губернатора нашей области Виктор Лискович. Он отметил, что марафон очень важен для обеих стран и в первую очередь тем, что он сближает людей. Хотелось бы, чтобы он послужил нашему мирному объединению, наших народов, дружбе, взаимопомощи между народами. И хотелось бы, конечно, чтобы родницы победили и было побольше белорусов в ведерующих группах. После церемонии открытия был дан старт и все спортсмены устремились на улицы нашего города. Движение на Горького и Грандической было остановлено, чтобы спортсмены без проблем могли покинуть городскую черту. Дистанция классическая 42 километра 195 метров. Из них 32 километра проходит по территории Белоруссии. Марафон, объединяющий две страны, первый в истории Евросоюза и второй в мире после Ниагарского. Он проходит на территории США и Канады. Большинство участников марафона любители, но и есть профессионалы, для которых эти соревнования – очередной этап подготовки к мировым стартам. Ежегодно в забеге принимают участие спортсмены, которым далеко за. В этом году самыми возрастными участниками были Евгений Кухмей из Германии, ему 77 лет, и Петр Силкин из Литвы. Его возраст – 74 года. Забегая вперед, скажем, что оба они смогли преодолеть дистанцию без лишних проблем. На протяжении дистанции каждые 5 километров были расположены вот такие пункты. Здесь можно было выпить воды, сока, подкрепиться фруктами, чтобы преодолеть дальнейшую дистанцию. В воскресенье в Гродно температура воздуха стремилась к 30-ти. Для участников марафона это настоящее испытание. Поэтому для них была подготовлена водная завеса, где все желающие, не сбавляя темпа, могли освежиться. Так как по граничной таможенной контролю участники проходили на старте и финише, границу они преодолели без остановок и очередей. Можно сказать, за секунды. Участники соревновались в четырех возрастных группах от 18 до 80 лет. По опыту прошлых марафонов можно сказать, что лучшие спортсмены преодолевают дистанцию за 2-2,5 часа. Прошло чуть больше двух часов и мы уже на финише ждем победителей. Надеемся, что среди них будет и Гродненец. И вот на финишной прямой появляется победитель и призер марафона дружбы Гродно-Друзкиненкай. Радует, что третий год подряд победа у Гродненца Степана Роговца. Цель ставилась выиграть, поэтому результатом доволен. Мне в том году, когда бежали домой, может, поэтому было немного легче, честно говоря. Ну и плюс погода так жарковата немного была в конце. Когда стартовали, было нормально, была прохладная погода у нас. Сейчас, конечно, попозже солнышко поднялось, поэтому немножко так жарковато. Марафон дружбы не зря носит такое имя. Здесь можно увидеть флаги России и США, висящие вместе. А на дистанции россиян и украинцев, бегущих рядом. Слово Павлу Степаненко из Донецка. Первый раз сюда приехал, мне здесь очень нравится. И дороги, и в центре мы уже были. И вот еще пойдем прогуливаться. Вот только с местностью мы еще особо не разбираемся. Я как бы первый раз. Ну ничего, думаю, на следующий год мы еще приедем. Будем тоже выступать. Несмотря на сложную ситуацию в его родном городе, он решил принять участие в марафоне. Ведь для него это важный этап подготовки к мировым соревнованиям. Созваниваться когда с родными и не говорят, что происходит. Я не могу уехать, потому что тренер. Я к нему приехал, я приехал год назад, только все начиналось. Сейчас вернуться я не могу. Я знаю, что пойду воевать, а у нас как бы серьезные планы. И сейчас перспектива серьезная, которая может быть. Мы готовимся сейчас на чемпионат мира в Голландию, который будет. Там надо бежать по мастерам. Я почти по мастерам пробежал, а там надо из 7 часов бежать. Для того, чтобы попасть в сборники. В контрольное время 6 часов вложились все участники марафона, после чего прошел концерт и награждение победителей. Денежные призы получили 6 лучших атлетов среди мужчин и женщин. Победители получили по 1000 долларов. Поощрительный приз в виде медали и диплома получили все участники марафона, которые смогли преодолеть дистанцию и финишировали в Друскененкае. Марафон завершился, спортсмены отправляются в Гродно. А мы с вами встретимся в студии, где я расскажу о других новостях из мира спорта.